Илбасы Назарбаев рассказал западным СМИ о президентских выборах 2016 года. Поведал он о том, опыт каких стран интересен Казахстану. При этом не забыл отметить, что у республики свой путь развития. На вопрос журналистов о том, каким видит переходный период сам президент, Нурсултан Абишевич ответил, цитирую, «Интересный вопрос, который все задают и хотят что-то такое услышать, и никогда не услышат то, что хотят услышать». Вот и понимай, собственно, как знаешь. В развитии родной страны президент заинтересован, как никто другой, ведь выбрал-то его народ. И вот спустя 24 года бессменного правления люди начинают понимать, в чем именно заинтересованы их вождь. И более всего в личном обогащении, уверены члены инициативной группы, которая собирает подписи за отставку Назарбаева. По мнению подписавшихся, республика погрязла в коррупционных скандалах. Что ни день, то воровство бюджетных средств. Президент занят чем угодно, только не наведением порядка. Бредовые предложения по переименованию Казахстана вместо создания рабочих мест, повышения жизненного уровня, поднятия с колен экономики, образования и медицины. Народ Казахстана все глубже погружается в нищету и идет прямой дорогой к феодальному прошлому с бессменным и вечным лидером во главе. Ни одна проблема не решается в Казахстане без взяток. Зарплаты, пенсии низкие, цены несоизмеримо высокие. Законы в стране не работают. В принципе, каждый судья вправе трактовать закон, как ему удобнее в конкретной ситуации. Отсюда произвол. В стране одного освобождают от уголовной ответственности, другому присуждают срок. Прокуратура всячески потворствует. Противники режима Назарбаева считают, что предвыборные обещания президента выполнены не были и, похоже, никогда уже не сбудутся. Немалую степень вины видят оппоненты Назарбаева и в экономическом кризисе, который разразился в стране. Девальвация Тенге аж на 20% больно ударила по карману обычных граждан, считают противники режима казахстанского диктатора. Между тем сам президент вводит все новые и новые идеи развития собственной страны. Например, чего стоит концепция 2050? По мнению Назарбаева, именно в 2050 году республика будет на самом пике своего процветания. Разовьется медицина, появится даже медицинский туризм, следом передавая национально-образовательная система. Казахстан станет самой безопасной и комфортной для проживания страной в мире, а главное воцарится справедливое правосудие и правопорядок. Картина, нарисованная Назарбаевым и его приспешниками, более чем футуристическая. Куда правдивее выглядит обещание повысить продолжительность жизни до 80 лет. К тому же 2050 году. Кое-что, видимо, президент припасы для себя лично. Нурсултан Абишевич неоднократно заявлял о разработке эликсира долголетия. На какой стадии сейчас находится процесс изготовления волшебного средства, неизвестно. Вполне возможно, осталось добавить пару ингредиентов, ведь до конца президентских полномочий осталось всего два года. Долголетия, продление жизни и так далее, и так далее. Люди моего возраста очень сильно ждем, чтобы когда это скорее бы наступило.